Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Не могу понять, стоит ли продолжать отношения с мужчиной. Я в него серьезно влюблена, хочу замуж ребенка от него. Он для меня делает все, о чем я не попрошу. Относится ко мне хорошо, сдувает в меня пылинки. Стол для меня близким, родным человеком. Знакомый мы более 8 лет, привыкла к нему, но любит ходить по женщинам. Со многими общается, скрывал. Я случайно узнала ревну. Его смириться с тем, что я не единственная у него, у меня не получается, закатила скандал. Выяснили, он меня не бросит. Все, как было, так и останется. Отношения ко мне не поменяются, замуж не предложат. И общение он ни с кем параллельно не прекратит. Там, возможно, и интим тоже есть. Что делать, не знаю, надо уходить от него. Он ничего между нами не поменяется. Я хочу семью, семью не желаю с кем-то, с кем-то делить его. С другой стороны, чувства к нему, привычка, ничего плохого между нами не было. Много тепла, заботы от него. В чем моя вина перед тобой? Все спрашивает. Он у меня и не может меня понять. Я думаю, что здесь ключевой момент заключается в разнице ваших чувств и попредностей. То есть, то есть, то есть, речь идет о том, что вы говорите. Я его люблю, влюблена сильно. Но любовь как раз-таки предполагает безусловное принятие партнера. То бишь, то бишь, ну вот, мужчина, да, безусловное принятие предполагает. Если вы не можете человека принять, то есть, если вы не принимаете, значит, возможно, речь идет не о любви, а речь идет именно о том, что вы хотите семью и ребенка, это ваша потребность. Вот. А бабы и мужчины просто наиболее подходящие для этого кандидаты. И просто вы не желаете отпускать этого кандидата, потому что, ну, он, как вам кажется, лучше всего для этого подходит. Вот. И все. Если вы уверены для себя в том, что ваше желание создать семью и завести ребенка, это, ну, происсекает из естественных оснований, то есть, ну, вот, вы считаете, что мне пора стать мамой и пора стать женой. Вот. Если вы готовы за эти потребности брать ответственность, то, конечно, мужчина вам не подходит, очевидно, но с учетом того, что вы не можете принять. С другой стороны, вы не можете посмотреть на то, почему вы не можете это принять, почему вы не хотите ни с кем его делить. Опять же, одно дело, если это ваши ценности, и другое дело, если вы чувствуете себя, ну, например, приниженной, да, чувствуете, как обесцениваетесь посредством вот такого, ну, такого, такого поведения, да, такой модели поведения, вот. И в этом случае тут уже нужно, конечно, смотреть, в каком направлении вы сами хотели бы и готовы вообще двигаться, да? То есть, ну, куда и как вы хотели бы двигаться в этом направлении. Ну, вот. Поэтому решать, стоит ли продолжать отношения с мужчиной или нет, только вам. Нашей задачей увидеть, где и что для вас является проблемой, в чем для вас является конфликтом, вот. что и почему для вас является конфликтом. И, соответственно, этот конфликт необходимо разрешить, помочь вам это сделать. То, что вы закатили скандал, и те чувства, которые у вас были во время, ну, вот, во время скандала, да, очень важно тоже увидеть. Ну, постараться увидеть. И тогда вам будет лучше, получше, понятно их направление и то, куда бы вы хотели, опять-таки, двигаться. Поэтому, я думаю, это начать нужно с того, чтобы разобраться в себе, а далее решить, в каком направлении вам идти. Мне показалось, что вам очень важно, что он для вас все делает. Вот вы пишете, что он делает для меня все, о чем я не попрошу, относится ко мне хорошо. Удывает меня пилинг, стал для меня близким, родным человеком. Вот, понимаете, здесь такое ощущение, да, что вы мне нуждаетесь, и что вы больше смотрите на то, как он к вам относится, но не на то, как вы к нему относитесь. А это очень важно, именно то, как вы относитесь к человеку, а не он к вам. Вот. Поэтому, на мой взгляд, смотреть нужно именно в этом направлении и исследовать нужно именно это направление, как мне кажется, для того, чтобы не испытывать таких трудностей, какие вы испытываете сейчас. Вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь с полным ответом. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого хорошего.